И у нас 5 минут, ровно 5 минут до начала ланч-симпозиума на вопросы всем докладчикам сейчас в этой сессии. Только, пожалуйста, если будут вопросы, адресуйте их конкретно адресно к кому-то из докладчиков. Есть ли вопросы? Уважаемый Борис Львович, чисто такой дилетантский вопрос. А сколько у нас аппаратов до Винчи в России сейчас имеется? – Насколько мне известно, порядка 26 штук, и они еще продолжают приобретаться. Насколько мне известно. Такая немножко информация, может быть, не такая доброта. – А такая география какая-то? – Вы знаете, где угодно. Да, и Санкт-Петербург, и Нижний Тагил, и в вот этих наших нефтегазовых регионах, в Краснодаре. Ну, у нас в Санкт-Петербурге стоит… – 26, да, в России у нас? – Ну да, но, так сказать, вот по таким разведданным, как бы, они, к сожалению, мало используются, допустим, как вот у нас в стационаре. Потому что у нас эта машина работает там практически 24 часа в сутки. У нас работают на ней урологи, хирурги, кардиохирурги, гинекологи. У нас закреплен за каждым день, и машина как бы загружена очень, ну, тотально. Это очень важная составляющая ее использования, она должна работать, чтобы себя окупать. – Спасибо, спасибо большое. Еще вопросы? Тогда позвольте мне, вот Алла Сергеевна, можно спросить. В той группе, где было после химиомболизации, вы говорите о том, что происходит ишемизация опухоли, и вам не удалось сперировать 5 больных из этой, 5 из 15 больных, вам пришлось… То есть они потом облучались, получали там лучевую терапию, проводилась ли химия лучевого лечения. Как вы оцениваете эффект опухоли ишемизированной? Считается, что в условиях ишемии есть определенные нюансы в дальнейшей эффективности лучевой терапии. Как ваше личное наблюдение? – Мое личное наблюдение. Ну, оценка производилась объективно и по данным МРТ. То есть мы видели, что опухоли ишемизировалась, но условий не создались для проведения хирургического лечения. А эффективность лучевой терапии, в принципе, мы их лечим, и в принципе у них ответ на лучевую терапию есть. То есть мы не видим большой разницы, что они не отвечают на лучевую терапию. Это абсолютно точно. Спасибо большое. Еще вопросы? У нас есть 2-3 минуты. Хорошо, если вопросов нет, спасибо огромное. Небольшой перерыв, буквально 2-3 минуты, и потом ланч-симпозиум компании Астрозенека. Спасибо.